Дорогие друзья, Бог – это Тот, о Ком бы у нас не возникало никаких вопросов. Если бы мы не были грешны, если бы мы не выпали из рая, как птенец не выпадать из гнезда. То есть все было бы по-иному, и Бог не был бы проблемой. То есть сейчас Бог – это проблема и вопрос. А есть ли Он? Если есть, то где Он? А если Он есть и где, то какой Он? И что я должен Ему, а что должен Он мне? То есть тысячи вопросов возникают у человека, совершенно вырванного из традиций. Но этого бы не было всего, если бы мы не согрешили, если бы грех не затмевал наши очи. Значит, мы должны в первую очередь сознаться в том, что все сложные, так сказать, сложные, закавычено, сложные вопросы о Боге, они сложны именно в силу нашей грешности, помраченности нашего ума. Помрачен ум человеческий, ослаблена воля человеческая, раздерган человек, он дезориентирован, он сегодня думает одно, завтра другое, сейчас думает одно, а через полчаса совершенно другое. Внутри одной минуты он может колебаться сердцем направо и налево, потому что он дезориентирован и помрачен. Итак, Бог – это первая и высшая реальность. То есть спросите себя, что для вас реально? Реален стол, на который я опираюсь руками. Реален книга, которую я могу листать, читать и пересказывать. Реален электрический свет, реальны стены, которые я не могу пробить рукой, значит, которые я столкнусь с ними и получу ответ обратно. То есть реальная масса вещей, то есть реален крест на груди у меня, реальная, так сказать, волосы на голове у меня. Так вот, гораздо более реален Бог. И если мы не чувствуем этого, то именно в силу того, что мы согрешили и отпали от благодати. То есть все согрешили, говорит апостол Павел, и все лишены славы Божьей. То есть Бог есть первая и главная реальность. Это жизнь сама по себе. То есть жизнь – это не хлеб и не вода, и не цветок расцветший, и не ребенок родившийся. Это лишь проявление жизни. А жизнь сама по себе есть Бог, и Он есть первая и главная реальность. И это простейшая истина, только потому нам не является очевидной, что мы, к сожалению, являемся детьми согрешившего Адама и поморщены грехом и в разуме, и в воле, и в чувствах. Возвращение к Богу происходит у человека очень длительным, сложным путем. Человек страдает. То есть человек – это не просто homo faber, человек умелый, homo sapiens, человек разумный, homo erectus, человек прямоходящий. Человек – это еще homo passionis, может быть, я неправильно скажу по-латински, но человек страдающий. То есть одно из характерных состояний человека – это его постоянное страдание. Либо внешнее, либо внутреннее. Скорее всего, и то, и другое. Он страдает, потому что он живет неестественной жизнью. То есть человек страдает от того, что он живет вне источника жизни. Он оторван от… Это, если угодно, это телефон, у которого садится зарядка, который пищит и говорит, срочно подключите меня к зарядному устройству. То есть я оторвался от источника питания. То есть моя батарея садится. И он пищит и красным цветом сигнализирует, еще немножко я погасну. Таков человек. А источником жизни, жизнью самой по себе, то есть жизнь по имени, хая, это еврейское слово, яхва, то есть тот, кто есть, это Бог. И мы бы не сомневались в нем, если бы не было греха и дьявола, и всех наших личных грехов, и наших ошибок, и прочего-прочего. И вот мы находимся в печальном состоянии, которое описывается очень хорошо тютчевым. Шедор Иванович написал, что неверием, полим и сушен, невыносимое он днесь выносит, человек. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. То есть мы умираем от безверия, мы умираем в отрыве от источника жизни, то есть наша батарея пищит, еще чуть-чуть я погасну. И розетка рядом, и вилка есть, и есть зарядное устройство. Есть церковь, таинство, прочее, прочее. Но мы не включаем эти вещи из-за гордости, потому что мы сомневаемся в бытии Божием и в действенности этого источника питания. Так что вопрос о Боге – это не праздный вопрос, не вопрос как бы теоретический и философский, это вопрос бытийный. Это вопрос жаждущего о том, где вода. Если, например, человеку, который хочет пить в пустыне, сказать там, воды я тебе не дам, но я тебе скажу ее формулу H2O, это будет издевательство. Если современному человеку, например, сказать, что Бог есть, но не привести его к Богу, это будет издевательство. Он говорит, где он есть? А почему я болен, почему я беден, почему от меня ушла жена, почему болеют мои дети, почему мой отец умер, например, в тюрьме? Где ваш Бог? То есть нужно дать человеку благодатный опыт переживания божественной реальности. Вот для этого существует церковь. Значит, без церкви о Боге говорить бесполезно, потому что все остальные говорят о Боге, а церковь являет Бога. Она являет его через праведников, через богослужения, через таинство, через своих святых. И наша боль сердца, и наша тревога, и переживание как раз о том, чтобы люди искали Бога и находили Его. Об этом говорил апостол Павел. Уж раз мы все заблудились, и это надо признать, то апостол Павел как раз говорил в одном из своих трудов проповеднических, в книге Деяния-то описывается, говорит, что Господь Бог от одной крови расплодил по лицу земному множество народов и дал им некую духовную задачу, чтобы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Вот от человека нравственного существа, а человек – это нравственное существо, это его определение. Это не просто едущее, пьющее, прямоходящее, о чем-то говорящее существо, это существо, которое задается вопросами, кто я, откуда я, куда я иду и как я должен жить. Такие вопросы задает себе только человек. Ни бегемот, ни жираф, ни антилопа, ни хомяк, ни крыса, ни воробей. То есть никто больше не мучается вопросами экзистенции. Только человек. Он спрашивает себе, кто я такой. Он должен искать Бога, не ощутит ли, не найдет ли. То есть поиск Бога – это главное экзистенциально значение человека. То есть Бог есть очевидная реальность, а человек есть парадоксальное бытие, любимое Богом творение, выпавшее из настоящей жизни и попавшее в область неких мнимостей, то есть в королевство кривых зеркал, и заблудившееся в этом королевстве, и чувствующее свою великую муку и неудобство от нахождения в ненастоящей жизни. Кто чувствует свое пребывание в ложности, он начинает думать и искать. Где ты? Почему я здесь? Кто ты? Кто ты, кто создал меня? То есть есть ли ты? Или это есть? То есть где и что? И вот эти жуткие вопросы, горячие вопросы, они рождают в человеке человека, и постоянно Бог открывается ему. Так что еще раз повторимся о том, что Бог есть высшая, чистейшая и не подлежащая сомнению реальность. Это главная реальность. То есть можно сомневаться, что вы видите меня, я вижу вас. В этом можно сомневаться. Вижу ли я вас, или видите ли вы меня. Может, мы спим. Может, это сон. Это можно сомневаться. А вот то, что Бог есть реальность, в этом смысле нельзя. Он есть жизнь, и истина, и путь, и он есть реальность, помраченная для человека в силу того, что дьявол сыграл с нами большую шутку, злую шутку, а мы с ней согласились и назвали жизнью то, что жизнью не является. Поэтому поиск Бога – это поиск себя настоящего, и поиск настоящего родника, из которого можно пить, во веки не умирает. Вот так бы я вкратце, конечно, начал бы разговор об этом, потому что мы только начали разговор о Господе. Вообще, говорить о Господе похвально, потому что Он здесь, и Он слышит. То есть Господь никуда не уходил, Он недалеко в небесах, Он рядышком, Он слышит наши слова, и допомажет Он наши слова своей благодатью, чтобы они нашли отклик в сердцах слушающих, и да даст нам разум сказать больше и лучше о Нем. Потому что, говорит Григорий Богослов, помнить и говорить о Боге – это лучше, чем дышать. То есть Он есть жизнь, и Он есть первая и главная реальность.